Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас сегодня таким прекрасным осенним утром. И хотелось бы продолжить тему лечения рака лёгкого и остановиться на мелкоклеточном раке лёгкого. Как мы знаем, к сожалению, мелкоклеточный рак лёгкого, хоть и занимает небольшой процент, это 15% от всех опухолей лёгкого, к сожалению, это достаточно агрессивное заболевание, которое характеризуется низкой выживаемостью, что и требует новых подходов. И, как мы видим, основной причиной является это курение. И агрессивность ещё характеризуется тем, что уже у 10% пациентов обнаруживается метастаза в головной мозг, и у половины пациентов они возникают на фоне лечения. Ну, как мы все знаем, что химиотерапия занимает основное положение в лечении мелкоклеточного рака лёгкого. Основные препараты – это комбинации платины с этапозидом. И вторая линия – это схемы КАФ, ТПТК. И проводились исследования, где было выявлено, что схемы этапозиды с цесплатином и карбоплатином, они сопоставимы по эффективности, но схемы с карбоплатином менее токсичны по сравнению с цесплатином. Во второй линии используются такие схемы, как ТПТК в монорежиме, КАФ. Не было документированных различий между этими двумя схемами, но ТПТК проявил себя более эффективно по сравнению с симптоматической терапией. Ну и с развитием нового направления иммунотерапии. Это обусловлено тем, что мелкоклеточный рак легкого также относится к опухолям с большой мутационной нагрузкой. А мутационная нагрузка увеличивает иммуногенность опухоли, которая позволит ответить лучше на иммунотерапию пациентам. И при мелкоклеточном раке легкого различные иммунные клетки, которые инферлируют опухоль, они также могут влиять на прогноз заболевания. Но при мелкоклеточном раке легкого педиэлиэкспрессия встречается достаточно реже. Только у 5% пациентов встречается педиэль больше 50%, а у больше 50% пациентов вообще не встречается педиэлиэкспрессии. Что касается первой линии терапии, есть три больших исследования, которые близки по дизайну. Это изучение отезолизумаба, пембролизумаба и дурволюмаба. Но исследование EMPOWER-133, оно уже завершено и имеются данные его. Это исследование сравнению отезолизумаба с химиотерапией против химиотерапии. И после завершения поддерживающей терапии отезолизумабом. Включались пациенты мелкоклеточного рака легкого с достаточно хорошим общим статусом. И даже пациенты с бессимптомными метастазами в головной мозг. Первичными и конечными целями являлась общая выживаемость и время без прогрессирования. Обе группы были хорошо сбалансированы по характеристикам. И получены результаты частоты объективного ответа. Говорили о том, что химиотерапия обладает преимуществом в достижении частоты объективных ответов. Однако те пациенты, которые отвечали, ответ дольше держался на иммунотерапии. Это в три раза больше, чем на химиотерапии. Однако время без прогрессирования, как оказалось, было выше при добавлении отезолизумаба к химиотерапии. Через год 12% пациентов жили без прогрессирования, что было в два раза выше по сравнению с химиотерапией. А общая выживаемость оказалась достаточно потрясающей, учитывая, что это мелкоклеточный рак. Каждый второй пациент доживал до года. Тогда как время общей выживаемости при химиотерапии всего 38%. И снижался риск смерти на 30%. И, как мы видим на данном слайде, преимущество было во всех подгруппах. И по полу, и по возрасту, и по общему состоянию, и по мутационной нагрузке. Но единственное, пациенты с метастазами в головном мозге не отвечали на лечение. И преимущество было в химиотерапии. По частоте токсичности, здесь, конечно же, комбинированная химио-иммунотерапия была несколько катастичной, но умеренной. И в основном проявлялась более выраженной сыпью. Частота же пневмонитов была одинаковой и в той, и в другой группе. Какие выводы в этом исследовании были сделаны? Что добавление отозолизумаба к химиотерапии снижало риск смерти на 30%. Около половины пациентов доживают до года. И это позволило рассматривать данную комбинацию как первый линию, как новый стандарт терапии первой линии мелкоклеточного рака легкого. Это отрежено в рекомендациях НССН, я думаю, это будет отрежено и в новых наших российских рекомендациях. И это единственное исследование, которое завершено и которое внесло вклад за последние 30 лет. Остальные исследования продолжаются, будем ожидать их данных в ближайшем будущем. Что касается использования иммунотерапии как поддерживающей терапии после достижения эффекта первой линии химиотерапии, было исследование Checkmate-451, где изучалось назначение иммунотерапии, комбинированной иммунотерапии после достижения эффекта первой линии химиотерапии препаратами платины. Однако было выявлено, что не было преимущественного значения данного варианта лечения по сравнению с плацебо. И также общая выживаемость не выявила никаких преимуществ. Были сделаны выводы, что назначение поддерживающей терапии после эффекта химиотерапии не показало каких-либо преимуществ по сравнению с плацебо. К тому же пембролизумаб изучался в поддерживающем режиме, также не повлиял на эффективность лечения. Время без прогрессирования всего было 1,4 месяца. В настоящее время продолжается исследование стимуля, где назначается иммунотерапия после химио-лучевой терапии. Но результаты будут в ближайшем будущем. Что касается второй линии иммунотерапии мелкоклеточного рака легкого, это Чекмей-331, где изучался Нивелумаб по сравнению с химиотерапией топотеканом, где включались также пациенты после первой линии химиотерапии. И мы видим, что частота объективных ответов была выше на химиотерапии, но длительность ответов, конечно, была выше на иммунотерапии. Но выживаемость без прогрессирования, к сожалению, как и общая выживаемость, не показала какого-либо преимущества. И, как ожидаемо, химиотерапия, конечно, была более токсичной по сравнению с иммунотерапией. Был сделан вывод, что назначение Нивелумаба во второй линии терапии, он нецелесообразен пока в настоящее время и не обладает каким-либо преимуществом на влияние на эффективность. Исследование КИНОД-158 также выявилось, что назначение Нивелумаба во второй линии химиотерапии также обладает достаточно невысокой частотой эффективности, общая выживаемость в 8 месяцев. Изучение комбинированной иммунотерапии Нивелумаба с эпилемумабом, это исследование Checkmate-32, это было такое исследование интересное, где была нерандомизированная когорта, рандомизированная, выявило, что назначение комбинированной иммунотерапии все-таки эффективнее по частоте объективного ответа в обеих когортах, не зависело от PDL-статуса. Мы видим, что PDL-статус выявлялся только у 18% пациентов. И время беспрогрессирования общая выживаемость также была выше, чем Нивелумаб. Но мы видим, что в рандомизированной когорте общая выживаемость оказалась сопоставимой. И что тогда сделали для более точного подсчета? Все-таки разделили пациентов на уровень мутационной нагрузки. Разделили на три группы – низкий, средний и высокий. И да, действительно, те пациенты, у которых была высокая мутационная нагрузка, они лучше отвечали на иммунотерапию, а более всего на комбинированную иммунотерапию. Также выше была частота медиана времени без прогрессирования, как в монорежиме, так и в комбинированном режиме иммунотерапии. И общая выживаемость была также отмечена выше у пациентов, 62% пациентов, те, которые получали комбинированную иммунотерапию. Комбинированная иммунотерапия и монорежим неволумаба были аналогичной токсичности, которая представляется в литературных данных, по другим исследованиям. Ничего нового здесь не было. И был сделан вывод, что комбинированная иммунотерапия хорошо переносимы, однако комбинированная иммунотерапия несколько эффективнее с двухлетней общей выживаемости, в два раза выше, чем при использовании монорежима неволумаба. И частота объективного ответа также была в два раза выше. И к тому же у тех пациентов, у которых действительно высокая мутационная нагрузка, все показатели эффективности были намного выше по сравнению с низким уровнем мутационной нагрузки. К тому же посчитали отдельную группу пациентов, которым назначалась неволумаб в третьей линии иммунотерапии. Было выявлено, что неплохие результаты. Частота объективного ответа 12%, длительность ответа 12-17 месяцев и общая выживаемость около года. Поэтому в августе 2016 года неволумаб был одобрен в качестве компонента третьей линии терапии мелкоклеточного рака легкого. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что произошло в иммунотерапии мелкоклеточного рака легкого. То, что комбинация отезолизумаба, карбоплотина и топозида с последующим назначением отезолизумаба в поддержившем режиме приводит к снижению риска смерти на 30%, обладает умеренной переносимостью и является новым стандартом лечения. Вторая линия и поддерживающая терапия иммунотерапия не показали значимого влияния на эффективность, кроме опухолей с высокой мутационной нагрузкой. Иммунотерапия не влияет на эффективность у пациента с метастазами в головной мозг. Основными методами лечения все-таки остаются химиотерапия и облучение головного мозга. И, конечно, необходимо продолжить работу и будут. Будем надеяться, что за поворотом все-таки нас будет ожидать солнце. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.